Здравствуйте! Меня зовут Элина. Сегодня я открыла сезон сбора дикой малины. Погода, правда, дождливая, поэтому ягода не очень влажная и мнется. Я ее перебрала. Часть, похоже, пойдет для заготовки замороженного пюре. Видео об этом уже есть на канале, ссылка будет в описании, а также будет ссылка на видео, как я его использую. А с ягодами получше приготовлю мороженое сэндвич. Кроме малины понадобится творог 9% жирности, сгущенное молоко без растительных жиров, сливки 20% жирности и обычное сахарное печенье из магазина. Перекладываю творог в миску, добавляю сгущенку и сливки. И с помощью погружного блендера превращаю это в однородную массу. Получается вот такая не особенно густая творожная масса. Крупинок творога в ней не чувствуется. Я часто использую творог для приготовления мороженого, так как в процессе заморозки в нем не образуются кристаллики льда и его не надо несколько раз перемешивать. Форму необходимо выбрать прямоугольную с более или менее отвесными краями. У меня это пластиковый контейнер. Контейнер застилаю пищевой пленкой. Печенье укладываю в форму красивой стороной вниз в один слой. Если осталось место, печенье нарезаю на кусочки и заполняю пустоты. На печенье наливаю немного творожной массы, разравниваю, раскладываю ягоды и опять наливаю творожную массу. Тоже разравниваю. Теперь слой печенья красивой стороной вверх. Печенье немного придавливаю. Контейнер накрываю крышкой и отправляю в морозилку до полной заморозки. Через шесть часов мороженое полностью промерзло. Я его вынула из контейнера и освободила от пленки. Нарезаю его на порции. Вот такое сэндвич мороженое получается. Точное количество всех продуктов я, как всегда, оставлю в описании под видео. А если вам понравился такой вариант приготовления домашнего мороженого с малиной, то оставайтесь на моем канале и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд.